Президенту приоритетов много. Во-первых, президент является плавнокомандующим в наших вооруженных силах. Конечно, если я буду президентом, я буду поддерживать эту политику, которую я реализую теперь как министр обороны. Это связано с внутренней и внешней безопасностью. И, конечно, через это мы можем работать на то, чтобы увеличивать патриотризм в нашем государстве, потому что мы должны гордиться своим государством. И, по моему мнению, здесь еще много чего можно делать, чтобы увеличить уровень патриотизма наших людей. Третий вопрос, это, конечно, связанный с ликвидацией регионального разницы развития. Это мы видим, как развивается местное самоуправление в разных местах, как получают люди разные зарплаты, живя, скажем, в регионе и в Риге. И, в принципе, нужно работать над тем, чтобы снизить эту дифференциацию и различия между разными регионами. Такой частный вопрос себя задают традиционный. Вот если вас выберут, вы с нами будете по-русски разговаривать? Я вроде бы всегда говорил с вами по-русски и вроде бы не собираюсь менять. Скажите, пожалуйста, все-таки этот вопрос вас не смущает, что уже слишком много кандидатов на должность президента? Что по сравнению с пятницей ситуация все-таки довольно существенно изменилась? Нет, я думаю, что это очень нормальный процесс, когда партии поднимают своих кандидатов. Это будет хорошее соревнование, это будет возможность партиям и депутатам, и общественности сравнить всех кандидатов. И, конечно, тогда принять окончательно свой выбор, какого кандидата выбрать. У меня еще есть вопрос, да, Латвийская радио 4. Как я говорил в пресс-конференции, президент является как бы представителем общества. Он должен понимать процессы развития общества, понять, почему образуются какие-то конфликты, и быть посредником между обществом и правительством и парламентом. И, конечно, те, что вы задали вопрос, это, конечно, так или иначе будут распорядки дня президента.